Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня я делала описание перцев и говорила вам, что патриция у нас с тупым концом, вот такой трапециевидный, а гладиатор вот такой с острым. Но между ними очень тонкая грань, они очень похожи. Они оба крупноплодные, оба желтые, оба одинакового, почти одинаковой формы, вот только носики различаются. Но я забыла вам добавить, что иногда бывает так, что вот патриция никогда не бывает остроносой, почти всегда тупой. А гладиатор вот на одном кустике, вот с такими острыми кончиками, могут попасть вам вот такие перчины с тупыми концами. Вот такие у нас чудеса, что он тоже может быть с тупым концом. Так что, если когда вы, например, посадите гладиатор, но он у вас получится тупо с тупым носиком, не думайте, что это перепутано сорта. Вот бывает такое, что, видите, он весь, сейчас собирала все острые-острые, а вот это раз тупая, два тупая, три тупая, это все с одного куста, один сорт. Вообще они все такие разные, вот, например, желтый слон ни с кем не перепутаешь, потому что он обязательно какой-то причудливой формы. Он вот каждый год, у него нос какой-то, или вот такой, или вот такой, он такой длинный, смешной. Ясно, что красные с желтыми тоже не перепутаешь, вот это венти, ласточку я уже унесла. А вот желтые, вот такие, которые одинаковые, и у которых почти нет различий, то их нет смысла выписывать два разных, например, и Патриция, и гладиатор. Достаточно выписать один какой-то номер, один сорт, потому что я вам говорю, что они как близнецы, братья. Вот так вот сейчас поверну. Вот чем вы их отличите? Они ничем не отличаются, только тем, что у меня подписаны кусты, вот и все. Вот это вам маленькая такая, ну как, не знаю, подсказка, что ли, что если вы хотите, чтобы у вас были разнообразные сорта на участке, то вот из таких сортов, из Патриция и гладиатор, нужно выбрать всего один. Этого достаточно. Они равнозначные, они крупноплодные, сочные, вкусные, желтые. Короче, они близнецы, братья, можно так сказать. Достаточно выписать один номер, а другие можно выписать, там уже оранжевый, красный есть, там ранний, средний. Но вот это вот два сорта одной группы. Это маленький вот такой видеоролик, как подсказка. Потом она вам пригодится при выборе сортов. Чтобы у вас не был весь участок засажен одинаковыми сортами, достаточно одного какого-то выбрать. До свидания, с вами была Ольга Чернова.